Как промышленные предприятия влияют на экологию области, обсуждали в Костроме участники круглого стола. Инициатором разговора выступила компания Связа. Здесь поделились своим опытом и рассмотрели лучшие практики в сфере экологической безопасности. За круглым столом представители власти, бизнеса, общественности и научного сообщества. Впервые разговор идет в практическом русле. Что конкретно предпринимается, чтобы обеспечить экологическую безопасность? В компании Связа направление экологии является приоритетным, рассказывает директор Костромского филиала Виктор Тихонов. За 12 лет по этой статье расходов комбинатом было освоено 200 миллионов рублей. В ближайшие три года эта сумма составит еще 160 миллионов. Почему мы себя позиционируем как ответственное природопользование? Во-первых, это, конечно, присутствие в регионе. Это всегда определенная ответственность, в том числе и с точки зрения экологии. Устройство для снижения уровня шума, угольные фильтры, которые минимизируют выбросы, переработка отходов производства. Защита экологии идет по всем направлениям, рассказывают специалисты. Одна из производственных площадок Связы находится практически в центре города, на берегу реки. Поэтому здесь без раздумий поддержали проект «Чистая Волга». Сотрудники Связы первыми откликнулись на призыв властей и вышли на расчистку береговой линии. Здесь планируется сделать пешеходную зону. Уже приведена территория на самом комбинате в порядок. И здесь я уже, в самом деле, хочу сказать спасибо. Первый шаг вижу, что он будет сделан. Сейчас на связи готовятся к реализации нового экологического проекта. Здесь планируют установить на ливневую канализацию очистные сооружения. Проект уже готов. Я сегодня просто приятно удивлена, что сами производственники вдруг предложили такой формат. То, что они хотят меньше вреда, меньше, чтобы негативного влияния было на состояние окружающей среды, это прослеживается. У них достаточно широкий спектр различных экологических мероприятий, да, в том числе как модернизация очистных сооружений, то, что они собираются делать с ливневками. Ученые кафедры лесопереработки Костромского госуниверситета представили свои разработки по производству плит и фанеры из отходов. Новую технологию специалисты связы и ученые договорились протестировать в лаборатории комбината, а результаты обсудить на следующих экологических встречах.